Девушки отдыхают Одна из самых успешных игр последней пятилетки Battlefield Bad Company 2 Формула игры проста на безобразие 60% чистого Battlefield и 40% Modern Warfare Противостояние 3D Перезагрузка Долгожданное продолжение одной из старейших отечественных стратегий Zombie Driver Забуксовать совсем не сложно Достаточно влететь в густую палку зомби И колеса тут же увязнут в мясе Два года назад С некогда великим многопользовательским сериалом Под названием Battlefield Произошла дичайшая метаморфоза В Battlefield Bad Company Впервые в истории серии Вдруг появился одиночный режим Причиной тому стал успех Другого сериала Call of Duty Похоже, что история повторяется Battlefield вновь идет по пятам своего главного конкурента В лице Modern Warfare 2 Итак, повторимся, что в первой части Впервые появился одиночный режим Причем все как положено С сюжетом, с миссиями и даже С весьма неплохо поставленными и смешными кат-сценами Это с одной стороны С другой в условиях Когда ставилась задача быстро сделать Чтобы как в Call of Duty Неизбежны были и жертвы Первой под нож пошла Фильменная батлфилдская механика Короче говоря В богатой на хорошие сюжетные игры 2008 год Все попытки Battlefield выступить За пределами своего жанра Были мало кем оценены А в нашей стране Мало кем даже замечены Оригинальная игра вышла только на PlayStation 3 и Xbox 360 Но теперь нас ждут бесконечные недели В новой игре Battlefield Bad Company 2 Рекомендуемые системные требования Четырехъядерный процессор С частотой 2,5 ГГц 512 МБ видеопамяти И 15 ГБ на жестком диске А также 2 ГБ оперативки Со времен первой части Разработчики провели Грандиозную работу над ошибками И в итоге Bad Company 2 По всем основным параметрам Сегодня выглядит в разы лучшим Уровень постановки Сингловой части Вырос неимоверно Но наверное не самое лучшее нововведение В механике В сиквеле она вовсе выгляделась До первобытного коридорного шутера Добавилась прокачка оружия Рост в уровнях И борьба за ачивменты С набором фрагов и опыта У каждого из классов Постепенно откроется доступ К 50 различным видам оружия и боеприпасов И почти двум десяткам гаджетов Наша оценка геймплея 4 балла Слишком уж тактична эта игра По сравнению с Call of Duty Что примечательно Внешняя игра Выглядит очень приятно Но все нюансы новой графики Почувствовать смогут только Обладатели современного железа Наша оценка внешних данных игры 5 баллов Звуковое сопровождение Также на хорошем уровне Спецэффекты и музыка Подобраны безукоризненно И вполне соответствуют Происходящему на экране Работа актеров о звучании Также не вызывает нареканий Поэтому мы ставим 5 баллов за звук И предлагаем вам прослушать Небольшой фрагмент из игры Вторая часть не оставляет сомнений В том, что тут все как в Modern Warfare Извините, все как надо Bad Company 2 Это действительно очень дорогой Очень трендовый блокбастер Хоть и специфический Наша общая оценка игры 5 баллов У оригинальной Bad Company Игры, хорошей во всех отношениях Был ровно один недостаток Для получения хоть какой-то радости Необходимо было потратить Слишком много времени и сил В случае со второй частью Все наоборот Это привычный для восприятия блокбастер Впрочем, вопросов по игре Пришло немало И на самые частые из них Мы ответим прямо сейчас Первый вопрос Куда делай старая фича С обнаружением врагов? Без нее ведь жутко неудобно Отвечаем Все в порядке Наведите мышкой на цель И нажмите клавишу Q Кнопка универсальная Внешне себя никак не выдает Если нацелиться на технику с пустыми местами Сработает просьба посадить в технику Голсон также дублируется Следующий вопрос Какие сетевые режимы представлены в этой части игры? Отвечаем Всего присутствует 4 сетевых режима Конквест Классическая свалка в духе Battlefield Когда две команды по 12 игроков Точкой за точкой захватывают одну глобальную карту Скват Деф Матч То же самое Но борьба идет просто за фраги Rush Снова 24 игрока Разделенные на две команды У той и у другой Различные цели Ключевые точки на одной обширной карте Наконец Неожиданно Самый интересный и свежий режим Скотт Rush Это быстрые позиционные перестрелки В которых участвуют две команды По 4 игрока У одних цель Установить бомбу в нужном месте У других найти первых И не дать им выполнить задуманные Вроде бы ничего нового И все это в тех или иных формах Не раз встречалось в других шутерах Но такие режимы неожиданно свежо играются В Battlefield механике Пока в других играх про зомбаков Несчастные выжившие Отстреливаются от напирающих зомби Из пистолетов И отмахиваются сковородками В зомби драйвер Игроки нещадно давят нежить С комфортом разместившись за рулем автомобиля Занятие это благодаря симпатичной картинке И пришедшейся ко двору Правдоподобной физики Захватывает моментально Но увы, ненадолго Бешено рванув со старта Игра удручающе быстро теряет темп Вы в качестве выжившего Тоже разыскиваете уцелевших горожан Но с прямо противоположной целью Не для того, чтобы утолить голод А для спасения Все задания начинаются примерно одинаково Вы получаете ориентировку на место положения Очередной группы нормальных людей И немедленно отправляетесь к ним на выручку Промедление в данном случае подобно смерти Если помощь опоздает Выживших схорчат Миссия, правда, сразу не провалится Ведь чтобы результат засчитали Достаточно спасти хоть кого-нибудь Задача на первый взгляд проста Выехать с базы, добраться до цели Погрузить людей в салон И привезти их на ту же базу И в аэропорт Однако на деле все не так просто Во-первых, людей нередко больше, чем мест в машине Поэтому приходится совершать несколько вылазок Во-вторых, кратчайший путь до цели Сует верную гибель Поэтому приходится изрядно петлять по улочкам Выискивая наименее опасный маршрут Рекомендуемые системные требования Процессор с тактовой частотой 2 ГГц 128 МБ видеопамяти И 500 МБ на жестком диске А также 1 ГБ оперативки Интригу к гробовому процессу Создает то, что железный корпус Вашего транспортного средства Вовсе не преграден для мерзвецов Стоит вам потерять скорость Как алчущая крови орава Разделывает машину под орех Забуксовать меж тем совсем не сложно Достаточно влететь в густую толпу зомби И колеса тут же увязнут в мясе Вот и приходится подбирать такой путь Где ряды нежити не очень плотные Или крошить мертвяков из крупнокалиберных пулеметов Твердая четверка за хардкорный геймплей Несмотря на то, что наблюдать за кровавой гонкой Приходится сверху В старомодной изометрической перспективе Смотрится игра впечатляющая В оформлении авторы придерживаются Мрачного сурового реализма Так что улицы выглядят действительно Зловещими и заброшенными А зомби Срепыми и смертельно опасными Пятерка за внешний вид Звучит симулятор зомби мясорубки Так же смачно, как и выглядит Мертвяки раскручиваются с характерным звуком А покрышки вашего дронулета Вишат на каждом повороте Четверка за звук Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня 4 балла получает игра Зомби Дайвер Увы, веселье удручающе быстро сменяется похмельем 17 предложенных миссий Нечто близкое к восторгу Вызывают лишь первые 2-3 А уже к 7-8 начинает одолевать скука Поездки по оккупированному мертвичиной городу Быстро превращаются в рутину Поскольку миссии похожи друг на друга Как два говластика Но для самых ярых геймеров Коим эта игра пришлась по душе Мы подготовили ответы на самые частые вопросы по игре Первый вопрос Меня очень сильно укачивает от того, как вертится камера Можно ее как-нибудь жестко привязать к машине? Отвечаем Да уж, камера тут вертится неслабо Но, к сожалению, закрепить ее никак не получится Впрочем, изменить ракурс тоже не выйдет Следующий вопрос Как мне поменять оружие на то, которое мне больше нравится? Просто не всегда удобно стрелять из того, что дается по умолчанию Отвечаем Так же, как и с камерой, выбор оружия ограничен разработчиками Поэтому развлекайтесь тем, что дают Следующий вопрос Мне нужно за полторы минуты смотаться из города Но у меня это никак не получается Что мне делать? Отвечаем Есть два основных способа Во-первых, используйте ускорение Однако при попадании в толпу зомби Скорость все равно может упасть до нуля Отсюда вытекает второй вариант Взбивайте как можно меньше зомби И расчищайте себе путь с помощью оружия В общем, быстро проехать через город вполне реально Следующий вопрос Зомби взрывают мою машину прямо у дома с людьми Которых надо спасти И патронов не хватает Что делать? Отвечаем Неподалеку есть бонус с дополнительным запасом патронов Кроме того, когда вы давите зомби перед домом и заложниками Лучше всего ездить вза вперед Чем каждый раз разворачиваться Они бегут за вами и выстраиваются в колонну Которую потом очень удобно расплазать по асфальту Судьба русской стратегии противостояния Как и положено любому отечественному пдукту Складывалось мучительно и тяжело Рождение каждой части происходило буквально в муках Бывали и периоды застоя, выражавшиеся главным образом в бесконечных дополнениях В 2010 году разработчики решили вдохнуть новую жизнь в проект Выпустив игру с модной приставкой 3D О ней-то сейчас и пойдет речь Сюжет противостояния 3D более чем злободневен Все вертится вокруг противостояния США и России на границе Таджикистана и Афганистана По задумке авторов две державы сцепятся в ходе 10-дневной войны Поводом для нее станет возросшая напряженность в Ираке и Афганистане С которой так и не удалось справиться с штатом Действие разбито на дюжину масштабных миссий И большой выбор боевой техники, которая поступит в наше распоряжение Те, кому уже наскучило мочить плохих русских в духе Тома Клэнси Будут без ума от радости Ведь главный герой в противостоянии Это спецназ ГРУ со всеми вытекающими Однако, не спешите лезть на рожон Поначалу придется командовать ограниченным контингентом И производить молниеносные зачистки вкупе со скрытой разведдеятельностью Минимальные системные требования игры таковы Процессор на частоте 2 ГГц 512 МБ видеопамяти И 6,5 ГБ на жестком диске Оперативке понадобится 2 ГГц Игровой процесс порадует в первую очередь старых фанатов серии «Противостояние» Он остался все таким же хардкорным и аутентичным, каким мы его увидели впервые более 10 лет назад У каждого юнита несколько видов патронов В БТРах имеется запас топлива из запчастей Вертушки честно выпускают ловушки Если по ним стрельнуть из ПТУРа А высаживая десант на крышу, вы рискуете не досчитаться половиной бойцов Так как бортики на крышах хорошо простреливаются В общем, все как в жизни Игровать от этого становится порой сложновато Новичков РТС тут не жалуют, но в целом очень круто Наша оценка геймплея 4 балла А вот с графикой все хуже некуда Лучше бы разработчики оставили старые добрые отрендеранные спрайты А получилось в погоне заботом 3D так, что разговоры о красоте местных пейзажей Становятся бессмысленными Не спасает ситуацию даже физикс Да, дома честно рушатся после пары попаданий с гранатомета Но выглядит это, мягко выражаясь, нелепо И окончательный гвоздь в крышку гроба графики Забивают видеоролики, сделанные под псевдонавостной стиль Наша оценка графического оформления 1 балл Саундтрек же именно такой, каким и должен быть в играх Посвященных войной тематике Забойные и динамичные Но спецэффекты ничем особенным похвастаться не могут Четверка за звук Противостояние 3D перезагрузка Проект для тех, кто прикипел к серии, что называется и душой, и делом Если вам в первую очередь важны фильмный дух Проработанный с технических деталей и пресловутая аутентичность Эта игра для вас Остальные же обречены ловить рвотные приступы Пытаясь разобраться во всех тонкостях игрового процесса И в конце концов удалят игру с компьютером Проект явно не массовый, но до мозга стиль харткорный Наша общая оценка игры 3 балла Честное слово, можно сколько угодно спорить о качестве графики и общем технологическом уровне проекта Но фирменная аутентичность, которой были верны авторы все это время Из противостояния никуда не делась Где еще вы встретите такое количество вооружения Которое в точности соответствует историческим реалиям То-то же А теперь, как говорил Суворов Тактика и стратегия Полезные советы по игре Противостояние 3D Перезагрузка Первый вопрос Как правильно использовать дымовую завесу? По-моему, она только мешает Отвечаем Дымовая завеса штука интересная И использовать ее надо с умом К примеру, когда надо подогнать кишлаку бронетехнику Или перебраться на другую сторону ущелья Враги вас через нее не видят, но и ваши бойцы стреляют криво Поэтому не стоит использовать дым в момент атаки по всему фронту Это скорее фишка для диверсионных операций Прилит же игры в противостоянии в этом и состоит Любую задачу можно решить при максимальном уровне скрытности Особенно на начальных этапах операции Следующий вопрос Мои вертушки постоянно сбивают И я не могу толком высадить десант Что делать? Отвечаем Десантировать бойцов посреди поля боя Умеют только были русские генералы В действиях же, приближенных к боевым И любой офицер вам это скажет Десант нужно высаживать недалеко от места действия И дальше идти пешком Сажать вертолет на поляну можно лишь в том случае Если она целиком контролируется вашими бойцами Что опять-таки не убережет вас от тура Выпущенного соседних холмов Следующий вопрос Не могу никак разобраться с авианаводчиком Мои истребители не накрывают всю указанную зону Что я делаю и не так? Отвечаем Во-первых, наводчик должен находиться на высоте Чтобы видеть как можно дальше Во-вторых, при вызове авиаподдержки Помимо места бомбежки типа авиаснарядов Вам нужно указать направление полета Расположите вектор таким образом, чтобы траектория прилегала прямёхненько по линиям обороны противника Биошок 2 Sea of Dreams Продолжение нашумевшего шутера 2007 года На этот раз нам с вами предстоит вжиться в роль большого папочки И навести порядок в подводном городке Репча То вы, тогда погружаемся Просыпайся Время сна прошло Именно с этих слов начинается вторая история Биошока Главный герой вытягивает перед камерой руку в толстой перчатке Опирается залитой водой пол И приподнимает своё грузное тело Камера на секунду тормозит И мы видим своё отражение Водолазный костюм, свет из-под шлема Главного героя Биошок 2 вы уже видели Только в прошлый раз он был вашим противником Да-да, как вы уже догадались Речь идёт не о ком-то, а именно о большом папочке Место действия тоже Репча Подводный город, построенный лучшими учёными Чтобы стать раем на земле И превратившийся для своих обитателей в ад С момента окончания первой части прошло около 10 лет За это время многое изменилось Купол, который накрывал Репча Поточила океанская вода Целые районы затопило Здания обветшали Крепчали только жители Оставшиеся в живых сплайсеры Мутанты, помешанные на Адаме В веществе, найденном на дне океана Всё это время продолжали бороться за существование Выжили только самые жестокие, сильные и хитрые 10 лет ускоренные благодаря Адаму эволюции Не только изуродовали людей до неузнаваемости Но и отсеяли всех, кто был неспособен Быстро приспособиться к новым условиям Это касается не только физиологии, но и морали Системные требования к игре следующие Процессор, работающий на частоте 2,8 ГГц 256 МБ видеопамяти И 7 ГБ свободного места на жестком диске Оперативной памяти потребуется 2 ГБ Играется биошок так же, как и первая часть Ничем не лучше, ничем не хуже Мы бродим в тяжеленном костюме по затопленному городу Отстреливаем монстров, собираем всё, что плохо лежит И иногда пересекаемся с большой сестричкой И, конечно же, с той самой девочкой, которая собирает для нас Адам При встрече с осиротевшей девочкой есть, как водится, два варианта Выпотрошить несчастную и заработать немного Адама Или удочерить По сути, ничего нового Даже некоторые локации выдернуты из первой части Четвёрка за геймплей Действие игры будет происходить не только в городе, но и в его окрестностях В конце концов, не зря же все папы одеты в водолазные костюмы Смотреть на рэпча со стороны непривычно Но зрелище, скажем прямо, захватывающее Несмотря на всю эту гениальную фантазию разработчиков Биошок уже не способен удивить нас какими-то новыми графическими решениями Скорее всего, связано с консульной направленностью проекта Четвёрка за графиком Звучит биошок очень хорошо Мелогии и мотивы из 50-х, разбавленные криками сплайсеров Вводят игроков в сумасшествие Порой кажется, что мы находимся скорее в больничке Архам Нежели в городе Рэпчер В общем, со звуковой атмосферой у Биошока В порядке Пятёрка за звук К сожалению, Биошок сдаёт позиции Всё тот же город, всё те же локации, тот же геймплей Графический проект также остался на уровне первой части Но это не повод расстраиваться Помимо одиночной кампании, в игре появился куда более продвинутый мультиплеер Так что, если вас совсем не впечатлит сингл До встречи в онлайне И, кстати, не забудьте смокинг и бабочку Четвёрку получает сегодня Биошок 2 Sea of Dreams Да, за 10 лет, прошедших с окончания Биошок Местные жители стали ещё агрессивнее Они просто мечут в поисках Адама Что же касается труднопроходимых мест То они есть И о некоторых из них мы расскажем вам прямо сейчас В наших ответах на ваши вопросы по прохождению Первый вопрос Подскажите, как мне при первой встрече Расправиться с этой старшей сестричкой Она очень ловкая И своим буром большой папочка просто не достаёт до неё Что делать? Отвечаем При первой встрече с большой сестрой Вам необходимо всего лишь отпугнуть её Для большей уверенности возьмите плазмомёт Который находится в зале с разрушенной лестницей Несколько выстрелов из плазмомёта И пару ударов в челюсть вполне достаточно, чтобы усмирить сестрёнку Следующий вопрос Подскажите, где находится первая порция Адама? Всё излазил, так и не нашёл Отвечаем Первый тюбик с красной жидкостью находится в небольшом коридоре Сразу после зала Где вы впервые увидите старшую сестру На сегодня, думаю, хватит Игр так много, а эфирного времени, как всегда, не хватает Меня зовут профессор Пуданс Это был Фак Не забывайте заходить на вап-сайт канала Муз ТВ В мой личный блог И задавайте мне вопросы Будем общаться Вап.муздефизтв.ру Я всегда в твоём мобильном И присылайте мне свои вопросы на адрес faq.sobaka.musdefiztv.ru Мы обязательно всё посмотрим И по возможности максимально оперативно ответим на ваши письма Да, девушки дорогие С праздничком вас Всего вам самого доброго и хорошего Продолжение следует... Продолжение следует...